Сохранить услугу и расширить главные планы пятого регионального оператора. В зоне его ответственности шесть районов области. Всего сейчас установлено почти 600 контейнеров. Планируется до лета закупить еще более двух тысяч. Затем в ход пойдут контейнеры для раздельного сбора мусора. Экономический проект, он напряженный. Но команда, которая решила заходить, она работает в сфере ликвидации и обезвреживание отходов, в том числе промышленных и твердых коммунальных, через термохимическую деструкцию. Стратегия добиться нулевого захоронения, то есть отходов оставаться не должно. Планы впечатляют, но в социальных сетях достаточны и критики. Цитирую, пятая зона утопает в мусоре. Однако известно, финансировать утилизацию накопленного этого мусора должен муниципалитет. Тот экологический ущерб, который был накоплен ранее, мы считаем, что это тоже задача регионального оператора, а вот источники финансирования необходимо будет изыскивать. От 84 до 99 рублей стоимость тарифа за вывоз ТКО в 73 регионе. Цена варьируется в зависимости от оператора. В пятой зоне за человека будут платить 97 рублей 74 копейки. Кстати, с 1 января третий региональный оператор снизил цену на 7 рублей. В пятой зоне тариф, в принципе, формируется одинаково для всех. То есть это определенные затраты, это как затраты на сбор и вывоз мусора. Вот здесь пятая зона отличается тем, что там самое большое плечо, там полигоны довольно удаленные, и сама транспортировка у них очень затратная часть. Кроме того, в пятой зоне пока сейчас на данный момент у нас отсутствует сортировка. Вот в четырех зонах она есть и входит в тариф. 250 тысяч кубометров объем сортированного мусора в регионе за 2018-й. В прошлом году эта цифра увеличилась в шесть раз. Как следствие, снизился процент отходов, захороненных на полигоне. Введение в эксплуатацию двух новых мусоросортировочных заводов. В заводской части города Ульяновска, в районе полигона около села Красный Яр, это региональный оператор третьей зоны деятельности. И четвертый региональный оператор также на Тинском шоссе открыл соответствующий мусоросортировочный комплекс по обработке твердых коммунальных отходов. Всего за 2019-й открыто пять новых мусоросортировочных комплексов. Их мощность 600 тысяч тонн отходов в год. В перспективе к 27-му году все региональные операторы должны перерабатывать мусор на 100%. Марина Тимофеева, Вера Мещерякова, Алексей Слипченко, Константин Никитин, Бахтияр Салтанов, репортер 73.